Впервые об эпидемии инфекции ВИЧ и СПИД заговорили около 30 лет назад. Синдром приобретенного иммунодефицита, больше известный как СПИД, угрожает жизни значительной части человечества и сейчас. Только в нашей стране зарегистрировано более 15 тысяч ВИЧ-инфицированных, в Бресте более 1100. Не может не огорчать и тот факт, что в сравнении с прошлым годом эта цифра увеличилась более чем на 100 больных, среди которых большинство – молодежь. Из-за присущего их возраста и любопытства, они сами зачастую и губят свою жизнь. Областной смотр-конкурс художественного плаката и рисунка «Опасность СПИД» позволяет его участникам не просто задуматься над данной проблемой, но и внести в борьбу свой вклад. Я эту работу начала, потому что это очень серьезная тема. СПИД – это болезнь, которая уносит в жизни людей. И мне кажется, с этой проблемой нужно бороться. И это частичка того, что я могла внести в эту борьбу со СПИДом. Выбрать из всех заявленных на конкурс работ несколько лучших было весьма непросто. Однако членам жюри удалось раскрыть глубину смысловой нагрузки и должный художественный уровень рисунков, плакатов, коллажей, компьютерной графики и выбрать из 300 представленных на конкурсе работ лучшие. Таким образом, среди победителей оказались студентка Новомышского государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства Полина Савчик. Среди школьников первое место досталось Владиславу Стефанчуку и Кириллу Севастьянову в городе Барановичи. Многие участники получили поощрительные призы и дипломы. По признанию дипломантов, победа будет окончательной только тогда, когда случаи ВИЧ-инфицированных сократятся до нуля. Такие конкурсы рисунка и плаката необходимы, потому что любой человек, который переживает за проблему ВИЧ-спида, в нашей республике Беларусь, и не безразличен к этой проблеме, он должен и активно участвовать, в том числе путем плаката, рисунка, какой-то изобразительного материала. Поэтому мы считаем, когда наша молодежь активно принимает участие в этом конкурсе, это очень хорошо. Оказаться в списке заболевших, к сожалению, проще, чем может показаться на первый взгляд. Однако не стоит забывать о том, что от нас самих во многом зависит, по какому сценарию развернется наша дальнейшая жизнь.